Савангар, Вега, Сквадрон и Дост 2! И много-много качественного экшена и, конечно же, Контерстрайка. Поехали мы смотреть этот матч. Мы очень много обсуждали, в общем-то ждем мы за рубу. Очень достойные команды. Сегодня уже Вега показала себя очень круто, обыгрывала просто на карте Демираж. Ну и Авангар вступает в нашу лигу. Forge of Masters. И у нас уже готов начинаться пистолетный раунд под номером 1. И, ребята, также пишите ваши сообщения в чате. Мы все это дело будем читать. Кто же все-таки сможет забрать эту карту состава команд? Вега, Сквадрон, Димас, Кубикс, Сист, Краш и Джей Арр. Ну и у Авангар Санджи, Фич, Кикерт, Бастер и, конечно же, Джейм. Ну что, Дост 2? Ну, точно-точно будет много экшена, как мне кажется. Даже если катка будет в одни ворота. По крайней мере, это будет открытый, я уверен, красивый Контерстрайк. Команды достаточно скилловые, уровень высокий. И, в общем-то, можно даже сказать, что в какой-то степени это матч дня. Именно по накалу, по именам, безусловно, я думаю, так и есть. Я таки написал о себе в твиттере, ретвитив, в общем-то, vplay.esports.ru, наш русскоязычный твиттер, на который вы должны подписываться. Потому что именно там будет вся информация по ходу этого чемпионата. И не только, там очень много все пишется, репостится. Так что, ребята, поехали. Наконец-то пистолетка стартует. Защита от команды Авангар и атакует Вега. Акулы готовы врываться на длину. Там Джей Арр показался только что в будке, но не пошел дальше, потому что слишком сложно будет. И фич все-таки ловит его на этом стрифе. Это первый минус от игрока команды защиты. Так, ну и вроде как просматривается у нас выход на центр карты. Какой же незаконный прострел от фича. Просто в смог делает минус по диме. У команды Вега-Сквадрон есть проблемы. Скубикс крутит ногу в тэшку. Нет, все-таки уходят в мидл, а бомба на зиг. Среди игрока в зиге сейчас будут рисовать свой выход на точку А. Но там на дистанции готов уже Санжи принимать противника. Перетяжка от фича вместе с Джеймом. Тут пытаются ломать одну опорную позицию ребята из-за атаки. Но пока не получается. Вот он хэдшот. Играши наконец-то дошли до этого. Пытаются поменять себе пистоли от выхода на рампу. Сист помогает. Тоже падает фич. Тоже отлетел. Но и только сейчас кикер включается. Ситуация 2 на 2 при поставленной бомбе. Или нет, нет, бомбу не поставили. И бустер в итоге последний на рампе сейчас покажется. А он тут не считается, потому что слишком многие вышли отсюда. Выход от бустера. И вот их забирает как. Сист из кубикс погибает. Это первые раунды команды Авангард. И вот он бустер. Что это было? Ну я бы тоже сгорел. Давайте повтор. Пожалуйста, этой ситуации уже от лица игрока команды Авангард. Ой-ой-ой. Ну как же это? И они вроде как бы ничего криминального вега не делали. Они вдвоем решили пикнуть. Человек, который идет с респа. Ничего криминального в этом не было. Но то, что сотворил бустер, это просто нечто. И тут же залетает пауза. Промо-код, друзья, 0213T. Копируем. Вводим на сайте vplay.tv. И принимаем участие в розыгрыше призов. Главный приз — автомобиль. Нет. Простите, я просто с этим автомобилем. Монитор, Алексей. Монитор. Бенкью, 240 герц. Автомобиль «Запорожец» 968М. Приблизительно в такую цену, как монитор. Это вот во времена песни «You in the army now». Может быть, такие призы у нас и были бы. Но нет, сегодня современность. Сегодня у нас монитор 240 герц от Бенкью. И небольшая пауза. Видимо, там какие-то есть еще все-таки проблемы у ребят. Надеемся, что все это дело не будет затягиваться. Потому что очень долго мы ждали начала этого противостояния. По сути, центрального матча сегодняшнего первого дня. Нашей лиги «We play Forge of Masters». Ждем. Ну и уже, ты знаешь, удивился. Я успел, Верди, несколько раз удивиться. С этого выхода вообще 3 в 5, по сути, ситуация разворачивалась. Да, Вега неплохо разрулилась. Так они там рулили. Так хорошо играли против рампы. Там в ангар действовали по одному. Но хватило в итоге одного бустера в этом клатче. Этот момент мы запомним. Но у нас уже совсем другое происходит на экране. Это второй раунд. Занимается длиной, но при этом атака пока что никуда не спешит. У Веги есть. Бай — это деглы плюс скаут. Ну вот интересный раунд. Кстати, такое неоднозначное решение. Сделать форс, играть 4 дегла, 1 скаут от Джейара. Но я думаю так, что если Вега решила вот так вот таким образом разыграть этот раунд, то у них должен быть план непосредственно на выход на какой-то из точек. Вот пока это мы видим, команда Вега двигается в сторону Аплента. Но в целом достаточно рисковый такой закуп с деглами. Здесь упор точно на стрельбу. Кинули смок. Ребята из Веги Сквадрон. И пока медленно разыгрывают дег. Вот этот смок очень легко можно дальше раскидывать эту точку. Даже кому-то на нуки спускаться. Там уже пушить как контровский респаунд, так и рампу. Но пока никто тут не выходит. Пытается, видимо, ребята там посадить Джейара. Все-таки скаут должен по кому-то здесь попадать. Раскидка продолжается. Фич на рампе. Флешка уже полетела от него. На накидрайт уже успел пройти Дима. Жи-Ар сбрывает фича. Это 5 на 4 ситуация. При этом бустер красный. Что интересно, команда Вега в этом раунде укрепляла Б втроем. И Вега... Команда Авангар укрепляла Б втроем. А Вега как раз-таки решила пойти на базу А. И теперь есть определенные проблемы у Авангар. И тут удачная флешка. Джейм делает фраг по Сизду. Авангар все-таки решили делать ритейк. Скубик делает очень важный минус. Еще один от Краша залетает. 4 в 2 ситуация. Здесь уже Вега точно выигрывает этот раунд. Ну и Авангар могут уходить на сейв. Это ответ от атаки. Да, такой выход через Зи. Хотя опять же с Маком закрывались ребята. И как-то вот фича не хватило сначала. А потом уже ритейк не самый приятный. Получается у защиты. Загоняет в итоге Джейма. У себя на респе пытался он там еще кого-то забирать. Санджи последний. МП 9 на руках. Еще попытка подфармить. Но Вега устремляется. Да, все-таки на эту позицию. Там Дима должен отлетать. И это легчайший фраг. Но 1-1. И это минус экономика защиты. Посмотрите на деньги. Их нет. Вот такое вот решение от Веги Сквадрон. Полностью окупилось. И ребята уже взяли раунд в ответ. Смотрим сейчас, что будут предлагать Авангар. Какое решение с точки зрения экономики примут парни. И что? Это Форс. Это Форс. Это МП 9 для Санджи. 5-7 у Фича. Гиггл у Бастера. Ой. Простите, Фич. Так, у нас тут немножко замешкался Краш. Все равно он выходит все-таки на длину. И ну как же совсем чуть-чуть не хватает, чтобы добрать своего оппонента. Не менее сохраняется у нас статус-кво. Кстати, у Джейма будет скаут в этом раунде. Я так понимаю, что он там все еще пытается найти свой фраг где-то ближе к длине. Да, на гусе стоит пока что Али Джами. Бустер поджимается под верхнюю тэшку. Это может быть очень опасная позиция, учитывая, что никто из сана команды Вега Сквадрон не отвечает за нее пока что. Но Джейма заметил противника за испанским ящиком, но пока без попадания. И здесь, кстати, поджим Зига. И никто на него не смотрит. Санжи забирает Диму. Там все остальные у нас из атаки находятся вообще на длине. Ну, кстати, Дима должен был поаккуратнее сыграть в этой ситуации. Он был достаточно уязвим от врыва. Могли в мидл ворваться и в тэшку. И, в общем-то, это и произошло. Санжи меняет позицию внутри плента. Делает... Нет! Как же это было близко. Сист в итоге пережимает своего оппонента. Бомба все еще не стоит. Пытается в фич ворваться. Но тут Джейар, капитан команды, очень грамотно прикрывает своих тиммейтов. Все-таки есть тут вариант даже засейвить Авангард. Поскольку они отдали Аплент. Мы видим, они в меньшинстве. Есть еще какие-то девайсы. Это Скаут и Фамас. И Авангард решили все-таки сохранить. Но дефузы отсутствуют. Поэтому, да, это будет, возможно, отстрел. Остается бустер пока на лестнице в зиге. Также будет позиция неплохая у Джейма. И отстрел уходящих от точки А противников. Ну и Скубикс читает бустера на этом зиге. Это хэтшот моментальный. И, в общем-то, пропрыжка. Да, совершается все-таки. Один, второй уже ушли. И есть попадание по Скубиксу. 22 хп у него остается. Но все же Джейм понимает, что никто за ним там не будет охотиться. Открываться вообще нет никакого смысла атаки. Потому что она должна строить свою экономику прямо здесь и сейчас. О, Авангард только что вновь пропустили длину. Хотя был неплохой размен в начале. Могли бы даже больше там что-то показать, если бы игрок на пленте кого-то забрал. А именно Сиз, да, оставив ему один хп. Отлетел там у нас опорник. Но Авангард сейчас, видимо, вновь будут обороняться на длине. Потому что у Димы и компании есть неплохая РСП именно на эту точку. Так, ну смотрим, да, Вега попытается, видимо, выйти на раннем тайминге. Полетел Смачок, который перекроет Виженс, Ланга, еще также Флешка. Но без активности. Без активности от команды Авангард именно на длине. И решили отдать эту позицию. И сейчас уже пошел поджим базы Б. Там играет у нас Скуби Икс. У него будет работа. И либо его здесь просто убьют в затылок без шансов. Либо он все-таки примет вот эту агрессию. Это Авангард. Ой, какие тайминги пропускает все-таки Кигер. Тот сбривает ему голову. Как же неприятно только, что это было для игрока команды Вега. Сквадрон потеряли одного. Но есть возможность выйти очень быстро на Зиг. А тут уже Фич близ дистанции забирает Сиз, да. И пока захлебывается атака по этому направлению. А именно по центру и по Зигу. Три длина. Выход от Краша, Жиара и Димы. К этому готовы Авангард. Опять не самым лучшим образом играет тот Соло. Человек, который находится у атаки в медле. Это был Денис только что. Тут у нас серия разменов. Уже попытка пройти на базуа. Но огромная проблема у Веги. Судя по всему, они проиграют этот экономический раунд с сохраненными девайсами команде Авангард. Поскольку Краш остается последний, он красный. И ему крайне тяжело будет даже поставить бомбу. Вообще интересно, почему игрок, находясь на ступеньках между нижней и верхней тэшкой, вообще крутился. Учитывая, что у него вроде как есть тиммейт на центре, который контролировал выходы на нижнюю. То есть ему нужно было верхнюю не пропустить. А тут получается он на секунду отворачивается. И этим воспользовался Кикерт. Ну вот в прошлом раунде, в позапрошлом раунде это простили за это. Вот в этом уже не простили. И Денис на самом деле сыграл не очень аккуратно. Он шел по платформе. Он не был готов к тому, что будет в Зиге оппонент. Он пытался принять как-то по-быстрому, изолировать нижнюю тэшку. Хотя возможно стоило как раз таки отойти, отыграть пассивно, чтобы не в соло заходить через Зиг. Потому что это было достаточно опасно. Две снайперские винтовки появляются на сервере. С одной, со второй стороны. И это уже первый минус. И второй тоже залетает от Кикерт. Ассисты Дима пытались очень быстро выйти на центр. Не совладали с этой позицией. Ну и в общем-то уже 5 на 3 ситуация. Не самая приятная. Краш в банке. Слышал он отход от Санжи. Санжи понимает, что если у вас уже есть такой позитив, он еще забайтил на выход противника. Краш попал на АВП Джами. И вообще, в принципе, если у вас уже там на центре есть минусы, то вы можете отдавать длину. Не то чтобы отдавать, а смотреть с гуся где-то там, с какой-то очень глубокой позиции эту точку. То есть нет никакого смысла там близко оставаться. Совсем чуть-чуть не хватило Веги Сквадрон, чтобы сделать качественный размен в мидле. Хотя вроде как все смотрелось довольно неплохо. Кикерт сидел там практически посередине вот этой вот площади, которая находится в центре карты. И вроде как просматривался удачный размен. Но этого не произошло. И команда Вега посыпалась в этом раунде. 2 в 5 ситуация. Сейчас ребята в лице Джиара из Кубикса с бомбой попытаются что-то сделать. Не знаю. То есть я так вижу, что никто сейвить не собирается. 2 в 5. И будет попытка выхода на центр карты. Кстати, вот что хочется опять отметить, что Авангар играли 3б в этом раунде. И продолжают также действовать. Также остались. Уже есть информация о том, что соперник пытается выйти на центр под смок на Сити. Фитча читает Джиар. Но дело в том, что да, 2 игрока все еще остаются на позиции. И Кикерта одного хватает, чтобы ликвидировать снайпера и капитана команды Вега-Сквадрон. Скубикс последний. Пытается все еще выйти на Зиг. Бустер поджимается под нижнюю тэшку. И это уже информация для Санджи и Джейма, которые готовы принимать с распростертыми объятиями Зиг. Тут уже 13 секунд. Еще и смок такой классный положили опорники. Ну, Скубикс должен просто сейвить. А тут уже в спину идет Бустер, который может забрать его после времени. Это будет очень неприятно. Бустер нельзя спешить сейчас. Нужно выждать именно эту секунду. Пташка еще полетела. У-у-у! После времени забирает игрока команды Вега. Смотрим на деньги. 150 долларов. Четко было сыграно здесь авангар. Молодцы. Разыграли исключительно. И еще убили последнего игрока, не дав засейвить после времени. И вот он прием от Кикерта. То есть, на самом деле, чуть-чуть совсем там не хватило. Оказалось, что Кикер должен погибать. Но нет. 3-2 для авангар. Стабилизировались ребята. Сейчас у них все хорошо по экономике. Ну, и мы видим, что у Веги, конечно же, экономический раунд. Ой, поджим центра. У Кикерта здесь есть проблема. Забирает только одного Дениса Костина. Краш его тут же разменивает. Но это Глок-18, который, в принципе, может быть довольный в собой. Потому что хотя бы один минус, это уже слишком много для такого раунда. Особенно на карте ДАЗ-2. Видимо, хотят ребята вылететь на центр. Не получается. Ран-буст, фич. Работа с АУГом. Ну и дальше уже можно просто идти на уверенность и дожимать. Нет, подставляется. Тут, знаешь, какие-то совсем необязательные минусы дают своим соперникам осуществлять. Команда авангара в этой ситуации. Но Джейм тут же справляется. С двумя третьего забирает бустер. Это был последний скубик с 4-2. Ну, там началось все с оверагрессии от Кикерта, который побежал просто в центр карты и сразу же практически потерял свой АУГ. Ну и смотрим. Коэффициент чуть больше теперь уже на Вегу Сквадрон. Это начало матча. Это лайф. В принципе-то пока ничего не поменялось. А вот в игре надо уже менять что-то команде Вега Сквадрон. Потому что если дальше будут развиваться таким образом события, то не так много раундов получится, удастся взять в атаке. Ну что, медленная игра сейчас от Веги. 2-1-2 расположены ребята из Авангар. Джеймс АВП просматривает Зиг. Заняли Лонг прежде всего Санджи у команды Авангар. И он еще и при этом агрится дальше в коробку, поджимает, занимает неплохую позицию. Тут еще нужно будет время для того, чтобы Вега Сквадрон отбила эту часть карты. Ну а мы видим, что ребята как раз-таки активно занимаются сейчас выходом на Зиг. Вега, видимо, будет строить атаку через эту часть карты. Ну или же, возможно, заняв сейчас Зиг, будет отбить Лонга. Да, вот проверить нужно коробку обязательно и выйти на яму. Вот как же Санджи там вообще выгнать из этой коробки. Дима просто вот под шифтом заходит. Не ожидали такого вероломного врыва. Ребята из команды Вега Сквадрон. Дима за это дело уже поплатился. И Санджи отпускает дальше на длину. 4-5. Сист все это время находился на Зиге. Пытается все еще там найти кого-то на Нуках. Фитч сидит, вообще не открывается. Он откроется только в том случае, если у Джейма будет проблема. Но он откидывает своего от Ави Систа, вынуждает отойти. Тот воспользовался смоком. Потом еще будет флешка через верх. А там уже, кстати, еще перетяжка идет от Бомбана. Это центр. И по сути выход 3 плюс 1. И здесь сплоховать крашу ни в коем случае нельзя. Потому что именно он попытается закрыть своих соперников через длину. Джейм промахивается. Но второго уже промаха не поступило. Есть минус по Систу. Ну и как же дальше произойдет? Там еще смоками классно закрывается команда. Авангар. Санджи. Фитч. Это два минуса. По головам стрельба идет очень четко. Но и последний Джейм тоже отлетает. Это скаут, который в этой ситуации никого не нашел. 5-2. Исключительная оборона в этом моменте. Это в ангар. Все перекрыли. Далее Н3 фраг. Закрыли полностью выход через платформу. Вега не дошла до плента. Красивый хэдшот от Санджи. И Вега Сквадрон проигрывает уже 3 раунда подряд. И смотрим, что по деньгам. Это эко, это деглы и попытка где-то отстрелить. Как бы не пуститься во все тяжкие. Потому что старт у нас был довольно неплохой у Акул. Но потихонечку им эти обрезают возможности выхода за атаку. Сейчас тустовка, верхняя и нижняя тэшка. Также центр тоже будет, если что, подключаться. Кикерт, опасаясь этого, сразу отрезает позицию Молотовым. Ну и бустер. Работа на точке Б. Есть минус покрашу, легчайший. Также должен был залетать по сизду. Хотя сам красным остался опорник точки Б. Дима! Неплохо. Это был центр. Под грибами находит свой фрак со дзигла. Но вот сам остается очень красный. И тут Джейм, понятное дело, не отпускает битого соперника. Выход дальше продолжается на точку Б. Тут бустер будет жить. Еще ждать флешка. Залетает. Но вот Джейм слишком далеко. Находился что ли, ослепнуть от нее не получается. Но с другой стороны тут и... Давай пофантазируем, что делать сейчас в Веге. Нужен хороший рест на длину. Хорошо, окей. То есть строить игру сейчас... Но его нет. Но его нет. Он как раз таки в сторону Б-планта. Может сейчас сделать такой быстрый сплит пуш Б через нижнюю тэшку? Ты знаешь, я заметил то, что опорник любой, наверное, адекватный вообще на карте ДАЗ-2 в защите откидывает первый Молотов на точку Б. Ну да, он обязан это делать. Да, бустер или кикер тоже помогает иногда. Вот он, бустер. И, возможно, выйти даже в этот Молотов стоило бы. Смог, зажатый просто левой или правой кнопкой. Там неважно. Просто выйти быстро на эту позицию. Потому что бустер уже готов принимать только со временем оппонента. И он, в принципе, будет удивлен, наверное, если команда Вега-Сквадрон так попытается на него ворваться. Это, ну, как минимум, будет какой-то фактор неожиданности. С другой стороны, это работает в одном раунде из десяти. Да, это точно. И тут уже вопрос в том, как оценивает Вега здесь своих оппонентов. Вот тот фактор, что они смогут удивить этим мувом, да? Так, ну, через центр карты играет Вега-Сквадрон. Здесь Джеймс АВП просматривает платформу. Возможно, сейчас делает минус. Это было красиво. Подловил он Диму. У Димы пока, откровенно говоря, игра не идет, ошибся. Ну, и Дима сам спускался. Непонятно, почему именно так. Вот можно было воспользоваться флешкой хотя бы одной. Смотри, какая позиция прикольная у бустера, неожиданная. Да, и Сист тоже как раз-таки ожидает поджима в этой верхней тэшке. Джеймс АВП тоже спустился. И это будет, видимо, комбинация 2 плюс 2. Выход на базу Б. Бустер забирает все-таки Систа. Но это АУК, ребята. В такой ситуации он очень часто выигрывает. Он в упоре, да, очень жестко перестреливает. Пошел выход у нас на центр карты. Отличный смог на респаун. Мы теперь смотрим за действиями Веги. Что они смогут здесь сделать. Пока позитива не так много. Ситуация 3 в 5. Фич на респауне откидывает гранаты. Кикер тоже готов принимать окно. Вот он выход от Веги через окно. Джеймс АВП действует через арку Скуби. Неплохо забирает бустера. Тут же Фич отвечает по Скуби. И как же совсем чуть-чуть не хватило крашу. В итоге Джеймс АВП делает 1 минус. И погибает на платформе. Это 7-2. Все четко у команды Авангар. Вот даже если они кого-то из своих тиммейтов теряют, они знают, как эту позицию можно заполнить собой. Уже расположением, которое они ожидают увидеть Вега с квадром. Это помогает, видите, на уже седьмой раунд защите. У них все хорошо по деньгам. Посмотрите на экономику Джейма и бустера. Это шикарно. Вега не может похвастаться деньгами, потому сейчас закупается скаутами и деглами. На следующий уже будет хороший бай. И при этом посмотрите агрессию от Кикерта. Джеймс и с ним поджимается в верхний. Вообще распаун там пал только что. И Сист именно там, видимо, как-то пытался перебежать. Кикер не дает выйти на пальму Диме. 3 в 5. И вот эти деглы, они вообще не могут даже развернуться, потому что душат со всех сторон авангар своих соперников. Не знаю, я пытаюсь. Я все еще в поиске решения для Веги. Скажем так, чего мне не хватает. И вроде и мидл пробуют, и б пробуют, и платформу пробуют на А. И лонг они тоже периодически выходят. Мне кажется, что еще присутствует какой-то эффект старшего брата. Команда авангар, которая просто выступает сейчас с позиции силы. И тебе уже очень сложно как-то дойти до какого-то адекватного решения, как стоит играть. И кому-то нужно показать свой характер. И, возможно, стоит начинать как раз-таки вот с первого минуса, потому что именно этого не хватает команде в Веге-Сквадрон очень часто. И, конечно, Джер должен выигрывать эти перестрелки против Джейма, потому что Джейм крайне агрессивен. Он постоянно использует то длину, то выходы на центр. На точке Б может даже помочь, но там пока не пооказывался. Но это реально, потому что слишком хорош он по респаунам. Фич принимает выход на точку А. Все хорошо, взрывает Джейара после своего выстрела. Джейм дорабатывает по скубиксу. Но там, если бы не Джейм, то Фич. 8-2. Победа команды авангар уже в этой половине. И тут только один вопрос у меня вырисовывается. Сколько сможет Вега взять? У нас один из немногих тайм-аутов залетает в этой игре. Главное не в салат. Главное не в салат. Вот этого больше всего не хочется. Но пока, Саша, тут бесперспективная катка с точки зрения интриги. Я ее здесь не вижу. Авангар слишком хороши. Как ты сказал, очень четкая формулировка насчет старшего брата. Возможно, здесь авангар действительно… Хотя, если по именам посмотреть, оценить тот же Сис, тот же ДжиАрд. Достаточно опытные бойцы. Все были на мажоре, играли, показывали себя. Ну, с другой стороны, кровь команды авангар, которая нас будоражит на самом деле. Сама будоражится, сама развивается. Они получили очень большой буст во время прошлого года. Вообще всех этих квалификаций всевозможных и квалификаций, в том числе на мажор. И на самом мажоре ребята тоже выступили очень даже неплохо. И это команда, которая сейчас стремительно врывается в топ. И что важно, это команда, которая сама себя сделала. Ребята, которые пришли, за исключением разве что Фитча. Это вроде как он бывший воспитанник Тенгри, там какое-то время он был в Гамбит. Или же даже как раз таки, по-моему, он был в Авангар, потом в Гамбит. Вот суть не в этом, суть в том, что вот эти все вот и Джейм, и Кикерт, и Бустер, ну и Санджи уже сейчас как новая, да, восходящая звездочка команды. Это ребята, которые сами вот себя сделали. Не так уж и много работы у стенды на команды Авангар, потому что, по сути, он там очень часто отвечает за точку А или длину, куда не так часто врывается в Вегас-квадрон. Ну что, дефолтный смок на ЗИК, Дима под него готовится работать. Бомба там же находится в будке. Краш и под Б оставили одного игрока. Это ассист, который часто туда будет ходить. Санджи, это будет агрессия, и сможет ли какая-то флешка его осветить? Это вопрос. Один спускается противник, Бустер забирает Сизда. Это было на точке Б. Кикер справляется с Димой. Санджи роняет с Кубикса. Дальше никто не выходит ни на А, ни на Б. Да, вот казалось бы, оставили Люркера специально под Б-плентом и Жедая именно агрессии от команды Авангар. И агрессия была с АВП, а он просто берет и убивает Люркера. Это жестко. Читерская позиция у Джейма. Видна сначала тень, потом уже тело соперника. Это был краш Джей Ар последний. Снайперская винтовка себе применения в этом раунде не нашла. Его просто не было. Ну, только контроль центра. По сути, команда где-то воевала на зиге плюс длине. И все. Так заканчивается одиннадцатый раунд для команды Авангар. Победа! Джейр пытается отойти. Джейму лучше спину не показывать. Да. Безапелляционная игра в The Defense. И вот сейчас уже хочется сказать о том, что тут просто скилл личный игроков выше, чем личный скилл у Веги. Они обрезают крылья игрокам команды Вега-Сквадрон после матча, который был у них. Ну да, в данном случае плавники, потому что они, эти плавники, очень жестко нафидили и взрастили против команды Просто на карте The Mirage. Потому что мы это смотрели. Они там без шансов уносили их в атаке. Сейчас совсем другая история. И уже они под молотом находятся, команды Авангар. В данном случае не молотом, как с плавниками, но уже с трезубцем. В руках команды Авангар их там колет во все возможные стороны. Как и сейчас на Зиге происходит. Краш падает от Фича. Очередной поджим. Бустер против Веги работает на точке Б безотказно. Ждет раскидки от тиммейта. Еще одна фрага полетела. За Иксом можно там дальше сидеть. Не могут выйти просто. Вега сюда. Санджи. Приваться неплохо там с кубик. Забирает одного Джиар. Отвечает против Бустера. Но Кикерта здесь не ожидали в двери. Тот успевает еще перетянуться под окно. А Фич уже в спине. А Фич был все это время в Зиге. С кубик свою до последнего. Уже минус два. Пытается выйти с верхней точки. Фич все-таки добирает его. Но это была неплохая попытка. Наконец-то хоть какой-то размен. И был нерв в раунде. Был позитив. В том плане, что можно было даже поставить пакет. И как-то разыграть ситуацию 2 в 3. Но действительно там Фич уже на скейте буквально влетел. И сумасшедшая экономика сейчас в Авангар. Вы сами видите. Денег там хоть отбавляй. У Веги все достаточно плохо. Это полуэко. Это два тека. Три пустынных орла. И вообще абсолютно без просвета какого-либо в атаке. К сожалению. Ну и смотрим. Выход на лонг достаточно быстро. Джеймс справляется с Димой. Откидывает тут же смок. Тут же хаешку. Выигрывает кучу времени. Играет максимально сейфово. И еще есть возможность поменять позицию. Ну и Вега вроде как понимает, что снайпер на машине. Но с этим особо ничего не сделаешь. Ну вот интересно, да. То, что все-таки не стали они никого оставлять на длине. Просто вот полная перетяжка. Давайте поработаем по центру. И там деглы могут еще кого-то поймать. Или на зиге. Близкую дистанцию проверить. Там, кстати, находится Санжи. Он же забирает краша. Тот, кстати, стоит отметить, действовал вообще в одиночку. И все по одному у нас ребята погибают. Сизд попадает под снайперскую винтовку. Гуссер. Такое ощущение, что хейтит Сизда. Но он убивает его постоянно. Или под Б, или на центре тоже находит. Кикерт. Работает дальше Джейм. Джейар вышел, но на Б никого не нашел. Слушай, это какой раунд уже? А можно сейчас табуляцию, пожалуйста, нажать? Какой раунд, вот если на черепки там навести? Посмотреть. Смотри, посмотри. Очень мало раундов, где делают киллы вообще Вега. Вот смотри. Из четырех в трех последних они не сделали ни одного фрага. Можно посмотреть на деньги команды Авангар. То есть, в Сыре пять выжило, три убили. Там пять выжило, пять выжило. Там жесть, просто жесть. Они даже не делают фраги. Это проблема. Ну, это сила команды Авангар. Тут на самом деле мне хочется сказать, что к Веге минимум претензий. На самом деле они-то обновленный состав, который еще будет идти, который будет тренироваться. И сейчас важно, конечно, хотя бы вот эти два раунда забрать в этом матче против команды из Казахстана. Джейар мажет. Хотя был такой шанс небольшой убрать соперника, находящимся на танцполе. Очередная попытка поймать Санджина по джемме. Флешка полетела не самая удачная на самом деле. Тут она бы никак не ослепила находящегося в углу Санджи. Может быть, была задумка именно под Флэ эту флешку прочекать. Но то, как делал только что этот краш, выглядело не очень уверенно. Да, и то есть он вроде как собирался чекать, но его выход и его угол обзора явно этого не позволил. В смог вышел Денис, погиб тут же от Кикерта. Тут продолжает нашивать надежды на то, что еще кого-то поймает. Однако мы видим, что Вега Сквадрон решила все-таки с более поздним таймингом выйти на базу B. И вот здесь теперь выстрел от Бустера, который не мажет по Диме. Дальше Джейар пытается сделать фраг в ответ. Ждет своего оппонента, но Бустер здесь просто не ощущает. Опять раунд 5 в ноль. Господи, помогите, спасите. Это, конечно, не Counter-Strike. Тут хочется красивой игры, хочется борьбы динамики, но ее, к сожалению, нет. На сервере только одна команда, и это Авангар. Да, и вот он выход. Показали только что под смог от Сизда, но это все читалось игроками Авангар. Все четко, отрабатывает по всему периметру карты. И самое главное, что не выпускает соперников в центре. То есть там скованные акулы, они не могут нормально разыграться. Вот флешка неплохая полетела, заставляет она двигаться снайпера команды Авангар. Джейм, кстати, пошел на точку B. Тикер принимает одного забирать Сизда, тут же размен он краша. Уже неплохо. Хотя бы что-то. Да, есть динамика в этом раунде. Серия быстрых таких вот, быстрого размена, быстрого попытки выхода в мидл. И что там? Два на B, игрока один в мидле. То есть, в общем-то, все равно Авангар продолжает фокусить здесь так или иначе базу центра карты. Джейм находит фраг по скубиксу. Дима тут же отвечает по Джейму. Ну и что? Три в три. Было бы неплохо все-таки зайти сейчас, наверное, на Аплэнд. Здесь погибает последний опорник именно этой позиции. Это был Санджи. Ну и Вегас Квадрон дошла до плэнта наконец-то. И есть возможность поставить бомбу. Да, наконец-то. Но там еще был довольно опасен один игрок. Это Фич, который здесь читается все же крашем. Есть последний хэдшот и 3-12. Это счет первой половины на карте ДАС-2. И вот у нас статистика. Но у Санджи действительно была такая, знаешь, легкая прогулка по длине. Мало напрягали эту точку ребят из команды Вегас Квадрон. С другой стороны, видимо, это еще диктовалось тем, что у них там не особо был частный спаун на эту позицию. Если вы не поставили на КФ-3 перед игрой, то можно поставить на КФ-10 уже. Ну, мы же там отсыпали то, что выигрывали по ходу сегодняшнего игрового дня. Но то, что отсыпали, с тем можно и расстаться. Хотя, с другой стороны, кто знает, атака не получилась. Сейчас будет защита у команды Вегас Квадрон. Да, промокод на сайте vplay.tv. Ребята, вводите, у вас будет уникальная возможность выиграть подарки от нашей компании. Вообще, будет очень много всего происходить по ходу этих дней. Так что приходите. И самое главное, распространяйтесь информацией по поводу того, что у нас идет такая интересная лига среди СНГ команд. И это только первый день, четвертый заключительный матч между командами Авангар и Вегас Квадрон. Ну, пока счет налицо, так сказать, не получается ничего у Акул. Хотя мы надеялись, что они себя лучше проявят. Но, с другой стороны, это молодой состав, Алексей. Как бы там ни было. Молодой не в плане опыта каждого игрока взятого. Ну, понятно, что... В плане того, когда они собрались. Да, и сколько, я не знаю, им нужно было для того, чтобы наиграть какие-то свои комбинации времени. Ну, хотя бы, чтобы неделя была. Я не знаю, была ли у них неделя. Анонс только вроде как сегодня сделали пятого игрока. Но вполне возможно, что тренировались до этого. Ну что, друзья, у нас матч продолжается. Теперь пистолетный раунд. Возможно, у нас будет интрига. Сист поджал мидл. Это довольно-таки интересно смотрится. Врыв под флешку. Там неплохо залетает Пассанджа. Также голова была простелена с Кубиксу. Но все-таки там пытается жить еще Сист. Кикер все-таки его закрывает. Ой, тут все может незначительно закончиться, если краш будет попадать в голову. Да, есть минус по фичу. Три в четыре ситуация. При этом идет дальше игрок защиты. Посмотрите, насколько агрессивно они пытаются отыгрывать этот пистолетный раунд. Такое ощущение, что все или ничего, ребята. Или получается хоть как-то ухватиться. Или мы проигрываем карту ДАС-2. Дима в окне встречает Джейма. Тот не спешит выходить. Хотя уже успел притянуться еще один опорник на эту позицию. Бустер на Зиге. Ай-яй-яй-яй-яй. Краш слишком далеко зашел. Получает хэдшот. И сейчас у нас команда Авангар может очень легко выйти на точку А. Знаете почему? Потому что уже прошел один игрок на машину на длине. И при этом Зиг закрывает перетяжку с центра. Все четко здесь для Авангар. Кикер делает фрак. И, возможно, это уже все. Конкретно в этом пистолетном раунде так точно. Мы видим, что Джеймар остается красным. Правда, есть у него щипчики. Но будет очень тяжело. Ребята из Авангар откровенно перестреливаются со своим оппонентом. Добирают последний минус. И это 13-3. 10 раундов преимущества у команды Авангар. И вот он, гигант. Титан нашей Риги. Мы в один голос просто говорили о том, что это основной претендент на то, чтобы победить в первом сезоне Forge of Masters. Это так и есть на самом деле. Даже в системе Best of 1 себя чувствуют очень приятные. Бойцы поджима. Сизда и компания на центре. Все под контролем. Тут фич может вообще фармить. И он пешка на руках. Все готово. Лосанджи помогает. Кикер тоже на месте. Только одного забирает в итоге краш вместе с Кубиксом. Дальше пошел Скубикс. Есть хедшоты против Кикерта. Но остался один. Молодой. С точки зрения опыта, конечно же, игрок команды Vega Squadron. Все заканчивается слишком быстро. У нас будет бай от Vega. Сиз, кстати, может купить снайперскую винтовку. Нет, это будет АУК. Точно такой же девайс на руках у Скубикса. Эмки у остальных. Еще один промокод. Насыпает? Насыпает, друзья. Друзья, подключаемся, подключаемся. Промокод это очень хорошо. Это возможность принимать части в розыгрыше. Как тебе Джеймс 16 на 3. В общем-то, только три смерти. И, видимо, те самые смерти в раундах, которые брала команда Vega Squadron. Да, возможно, кстати, да. Ну, это опять же, да, эффективность. Четвертая смерть. И эффективность. И вот она статистика. Санжи. С СГ пытался перестреляться здесь с платформы на машину. Но здесь, мы видим, Денис Костин законтролил своего оппонента. В целом, удачно отыграл. Сделал два фрага и 2 в 5 ситуация. Здесь, судя по всему, Vega все-таки заберет этот раунд. Да, хочется сравнить этот раунд от Авангар с Ликвидами, которые тоже любят выпускать Рижа на Зиг на дасте втором. Так, чтобы он с СГшкой пытался убить соперника. Именно выходящего на длине. Там часто получается этот самый ватап поставить. Бустер идет дальше. Посмотрите, что делать. Что-то воритет еще третьего забирает. А вот ситуация 2 в 5. Это бустер минус 3. Дима из Кубикса остается против двух соперников, выходящих на эту точку. Бомба будет поставлена. Оба игрока защиты закрыты сейчас Молотовым у себя на респе. Как? Я уже сказал, что раунд тут уже точно взяли вега. Получается, что кто-то подумал по-другому на самом деле. И передумал. С Кубикс делает фраг по бустеру. Остался у нас Фич. Стохоповый делает один минус. По-моему, он знает, где второй будет играть просто на время. Зачем? Фич, тебе не нужно пикать. Тебе нужно играть на бомбу. Он пытается неординарно действовать. Просто выйти и поймать противника. Вернее, сейчас уже стоит отойти. Дефузов нет. Пытается дальше идти с Кубикс. Нужно дефузнуть бомбу. И потом уже широко открываться против соперника, находящегося здесь на ступеньках. И Фич просто прыгал. И в этом прыжке поймал этот хэдшот. И бомба должна быть разминирована. Да, без проблем. Это четвертый раунд для команды Сквадрон. Но как без проблем? Без проблем для Скубикса. Сейчас в дефузе, без проблем. Потому что он успевал. Он очень быстро поставил данный хэдшот против своего соперника в Зиге. Но как же они могли продать этот раунд в ситуации 5 в 2? Это было очень близко. Ну и Бустер, конечно, вот хайлайт от него. Он тут очень классно сыграл. Нереально, просто нереально. И вот здесь, казалось бы, уже точно должен был погибать. Он каким-то чудом пережал своего оппонента, который был на машине. 14-4. 10 раундов отрыв между коллективами. Но закуп есть у Авангар. Мы видим два АК-47, два Дигла и АВП Джейми. Молотов довольно коварный летит под ноги Санджи. Там, кстати, подсажен один игрок команды Авангар в этой банке. Краш, два минуса. Это было по точке Беттам еще поджим. Дальше идет Скубикс. Вау! Поймали только что противников. И такое ощущение, что команда из Казахстана просто была не готова к этому врыву. К такой чрезменной агрессии противника. Ну и Кикер тут должен, кстати, замечать. Нет, не заметил. Там все-таки смоком закрыт был Джейар. Авангар, но и тот не посмотрел в спину. Пропускает только что кикерт оппонента. Ну и как же сыграть с Джейаром? Опа! Здравствуйте! В этой банке только один будет выживший игрок. И тут уже вырисовывается даже возможность для команды Авангар в виде красного кикерта на фулового Санджи. Но бомба, да? Находится у нас на Титанике. И Скубикс ее контролирует вместе с Крашем. Вега в этом раунде такое ощущение. Просто решили, что терять-то в любом случае нечего. Давайте, может, Б подпушим. Там это было удачно. В общем-то, ну и может быть какое-то время мы будем видеть такой раскованный, развязанный Counter-Strike в исполнении Акул. Но здесь, конечно, для Авангар в этом раунде будет достаточно тяжело что-либо предпринять. Вот с точки зрения созидания и установки бомбы. Или вообще, возможно, даже это будет сейв. Сейчас мы посмотрим на таймер. Летит Молотов, который изолирует возможный выход через Тэшку. Например, кикерт уже никуда не идет. В роли охотника только Санджи находился на верхней Тэшке. Но одну за другой гранаты откидывают у нас. Да, пойдут сейвить. И первый, и второй, и третий оставшиеся игроки команды Vega Squadron. Ну вот он, подрыв. Б плента. Подрыв с точки зрения, что ребята не стали там ожидать ничего. Просто подпушили верхнюю Тэшку, пошли дальше, выбили бомбу и выиграли эти самым раунд. Это интересное решение. И да, так и стоит, наверное, играть. Когда у тебя ничего не получается, счет на табло там 4-14, ты должен уже как-то развязать себе руки и сказать, играем в свое удовольствие. Ого, какой пролет. Посмотри, как ты залетаешь просто спиной вниз. В Австралию. И просто летишь. Попадаешь, телепортируешься. Да, все очень красиво. Спасибо нашим операторам внутриигровым. Мы смотрим дальше. 20-й раунд. Подсадка на ЗИК от команды Vega Squadron. И там, видимо, покажет свой скилл уже Сист. И может быть даже Джиар, где находится капитан. Да, будет, наверное, подсадка против нижней Тэшки. Нет. Под прицелом Джиара Сист будет поджимать данную позицию и уже готов работать против Пальмы. Но там авангард даже не пытается играть агрессивно на центре, пока команда не показывалась. Ну, я так понял, Сист пока играет просто под смок. Джиар его прикрывает. Немножечко краш там получает. Дэмэдж под базой B, судя по всему. Или нет? Нет, все-таки это было на. Вообще откуда они прилетели? А, на лонге. На лонге. Там заняли длину. Ребята из авангард. У них, как вы видите, не самый такой продуктивный бай. Ой, как же тут у Дениса не летит. Все-таки он добирает кикерта и отходит назад. Саппорта особо здесь у него нет. Но при этом мы видим, что Костин все-таки выживает. Джиар делает фраг по Санджи. Это было на машине. Джиар просматривает лонг. И там попытка от игрока команды авангард найти фраг на платформе. Да, дергает бустер противника на зиге. Тут все под контролем капитана Джиара. Воу! Не ушел Фич за эту машину. Ушли его. Следующий раунд бустер. Тоже пытается пролететь там на рампу. У него 4 хп остается после врыва через смок. Но из клуба к смеси Сиздам здесь должны забирать последних противников. Да, все-таки падает бустер. И Сизд набирается по чуточку, ну, хотя бы в таких моментах уверенности. Да, у него совсем не шло. В первой половине там все не получалось. Как бы он не пытался найти свой фраг на точке B с верхней тэшки, играя в атаке. По-моему, всего два минуса дал в первой половине, если я не ошибаюсь. Да, это важные фраги для Дениса Костина. Для уверенности, опять же, нужно закрепить немножечко успех. Ну, в том плане, даже если ты, опять же, не выиграешь игру, то хотя бы какую-то уверенность нужно набрать. Экспериментальный закуп от авангард. Бустер купил АК-47, Джейм играет со скаутом. Ну, и у Фича Санджи и Кикерта по пистолету. Не так уж и много гранат. С большинством уже ребята распрощались, потому что нужно и по центру поработать, и на точке B создать эффект присутствия. Там открывается 11 игроков, а в данном случае Бустер, который остался под свой смог дальше работать, и просматривает возможные поджимы. Джейм играет на зиге, делает минус по Санджи. Есть уже позитив у команды Вегас Падрон в этом раунде. Бустер все же попытка выйти. Как же круто врывается против одного вне позиции и ловит Диму. Точка B занимается одним бустером. Все хорошо. Пропрыжкова Джейма также забирает себе девайс, и бомба тоже устремляется на эту позицию. Команда Вегас Падрон может продать сейчас такой раунд. Да, максимально бесперспективно смотрится здесь ретейк. Я даже не знаю, Вега пойдет ли на это и нужно ли это делать. Но учитывая, что деньги плюс-минус еще есть, возможно, стоит рискнуть, чтобы как-то все-таки не отдать раунд сопернику, а взять важный для себя. Откидывает хрешку на плен Денис. Двигается в окно. И все-таки это сейф, но я не могу понять, что делает тиммейт. И почему тут один ловится в окно. Или что делает Денис. Или что делает Денис. Тиммейт, это понятно, что пытается просто отойти. Они слишком далеко находятся. И Денис вынужден, да, раскидывать эти все гранаты, чтобы просто отойти с этого окна на более дальнюю дистанцию. Но там флешки откидываются. Уже три игрока команды Авангар ушли в верхнюю тэшку. Ну и остался только последний у нас на пленте. Это Джейн. 15-6. Матчпоинт. 9 очков, которые нужно отыгрывать команде Вегас Квадрон. Но только что звено на Б дало слабину Алексей. Как бы там ни было, были неплохие позиции. Была информация о том, что соперники играют под очень агрессивный смог. Если не точно так, в принципе, можно об этом догадываться. Промо-код, ребята, не пропускайте. Они периодически всплывают у нас на экранах. Слишком много промо-кодов на последней катке. Да, но все-таки нужно сказать спасибо нашим зрителям в конце сегодняшнего игрового дня. Там кроме монитора будут и скины разыгрываться, и железо. И у нас ранний выход на лонг, и красивый хэдшот от кикерта. Падает краш. На длине проблемы у Вегас Квадрон в этом раунде. И тут нужно кому-то проявить геройство. Возможно, что-то поджать. Может быть, даже точку Б, но пока к этому не приходит команда Вегас Квадрон. Джей Ар смотрит с Гуся выходы на длину. Там все абсолютно ребята из команды Авангард дальше готовы раскидывать позицию. Я так понял, сейчас будет ранбуст? Или они просто втроем выпрыгнут, да? И Джеймс играет на размен. На размен. Даже размена не поступила. Даже размена нет. Да, Джей Ар не справляется с Джеймом. Смоки полетели на просвет. Там на перетяжке Денис Костин. Но здесь нужно уже покажет себя в этом. Аук может воевать до конца. Нет, все-таки только одного забирает Денис. Финч тоже на размене работает. 2 на 4 ситуация. При этом два красных. Посмотрите, 1 и 2 хп Джейм и Финч. Дима с Кубикс на зиге. Пока что за смоком. Понятно, что нужно идти через него. Иначе вы теряете абсолютно все тайминги. Еще и молотов под них прилетает. И это, скорее всего, конец. 4 в 2. Два красных игрока у команды Авангард. Есть молотов внутри планета. Также есть у Димы картошечка, которую можно внедрить. Дима делает фраг по Финчу. Тут же размена Джейма, который играет на машине. И Кикерт уже заходит в спину, друзья. Это 16-6 ГГ. Команда Авангард обыгрывает Вега Сквадрон.